Всем привет! Сегодня готовим аппетитную курочку в чесночном масле с молодыми кабачками и в соусе. Итак, готовим вкуснейший обед. Значит, у меня три куриные ножки. Я вот так вот их и оставляю, разделывать не буду. Еще я очень люблю крылышки, поэтому я купила в этот раз крылышки. Единственное, что я сделаю, я разрежу их на несколько частей. Вот эту часть отрежу вообще, а вот эту напополам. Вот так. И вот таким образом буду готовить. Мясо нужно посолить по вкусу. И еще я добавляю свои любимые специи для курицы, для шашлыка, для барбекю. Ну, может быть, вы покупаете какие-то специи. Знаете, вот делают уже специи на рынках. Там для мяса, для рыбы. Вот для мяса у меня. Вот такими специями я заправлю. Я хочу много специй, поэтому я заправляю вот так вот прям хорошенько, видите? Но тут уже дело вкуса. Вы можете добавить специи по желанию. Можете вообще только соль, перец. Я поставила сковородку с растительным маслом. Сюда я выдавлю 2 или 3 зубчика чеснока. Это по желанию, но мне очень нравится. Так, ждем, чтобы масло с чесночком подогрелось. Когда вы услышите аромат чеснока, масло готово. Ой, аромат пошел просто бесподобный. Теперь сюда отправляем мясо. Нельзя ставить слишком большой огонь. Нужно ставить средний огонь. Мясо нужно будет обжарить до золотистого цвета с двух сторон. Значит, до готовности доводить его не нужно. Так, вот так. Я не беру в этот рецепт бедрышки, потому что они дают очень много влаги в итоге. Пока курица жарится, подготовим лук. Значит, я беру 3 вот такие вот луковицы. У меня средние. Мне нравится, когда много лука. Это вкусно. Лук я режу полукольцами, причем мельчить его не надо. Аж смотрите, вот так. У меня 3 маленькие морковочки. Хватит одной огромной или две средние. Натираю ее на крупной терке. Можно, конечно, ножом нарезать, но тогда нужно тонко резать, и она будет дольше готовиться. Смотрите, какого золотистого цвета все получилось. Теперь я перекладываю это все в небольшое деко. Смазала деко немного растительным маслом. Так, совсем чуть-чуть. Я беру чесночок, который я повыдавливала. Если, конечно, чеснок не выдавливать, ну, настолько ароматов он не отдает. Ну, это на мой вкус. Я его просто потом вот так вот собираю и отправляю сюда на курочку. Ну, так ароматно, что просто... Уже готова эту курицу есть прям так, закусывая сырым луком. Так, теперь сюда. Значит, что нужно сделать? Нужно уменьшить огонь. Вот так. И отправить сюда лук. Лук зажаривать до прямо слишком такой золотистости не стоит. Сейчас специи и так отдадут цвет. И лук уже будет такого цвета, как после куркумы, знаете. Лук нужно немного спассеровать. Чтобы он стал мягким. Таким, знаете, вот как мы зажарочку обычно делаем. Такую легкую. Смотрите. Вот такими крупными кусочками. Не надо его мельчить. Так, единственное, что нужно сделать, чуть-чуть присолить лучок. Специи никаких не добавляйте. Все специи мы добавили в мясо. Смотрите, какой красивый лучок. Такой, цвета солнышка. Теперь сюда отправляем натертую морковочку. И теперь важный момент. Масла не добавляйте. Можно чуть-чуть морковку присолить. Так. И ее нужно пассеровать до золотистого цвета. Ни в коем случае не зажаривайте ее. Она должна быть ярко-золотистого цвета. Такая насыщенная, оранжевая. Как до полуготовности мы ее доводим. Так, смотрите. У нас все приготовилось. Морковка до полуготовности. Смотрите, все какое яркое, красивое. И чем крупнее вы порежете лук, он все равно уменьшается. Но он зато будет вкусный и сочный. А если вы мелко помельчите, он напитается маслом и будет уже не так вкусно. Так, значит, смотрите. И это пусть пока полежит. Сейчас мы будем подготавливать кабачки. Этот рецепт можно сделать двумя способами. Один из способов, как я сейчас буду делать, я буду перекладывать все свежими, сырыми, молоденькими кабачками. Будет вкусно, аппетитно, круто. Но бывает так, что кабачки пускают очень много сока. Особенно, если кабачки не молодые. Тогда лучше немного кружочки без масла припустить на сковородке, чтобы влага ушла больше. Иначе у вас будет очень много бульона и сока в мясе. Но если вы так любите, смело делайте. Я вот так нарезаю кабачки. Шкурочку я с них не снимаю, потому что она молоденькая. Зачем ее снимать? Так можно готовить не только с кабачками. Можно взять цукини. Они дают меньше влаги, кстати. И можно делать с синенькими. Синенькие сейчас такие сорта вывели, что они вообще не горчат. Кабачки я солить не буду. Я вот так вот прям перекладываю. Здесь все кабачками. Смотрите, вот так. И такое у нас получится мясо с кабачками. Это очень вкусно. Попробуйте. Можете сделать смесь. Не только кабачки. Можно сразу сюда добавить, например, цукини и баклажаны. Очень будет вкусно. Тут уже на вкус цвет. А сверху выкладываем как бы шубу. Видите? И теперь по факту мы зажаривали только мясо до подливку сверху. Это очень вкусно, ребята. Сверху обязательно кусочком фольги, потому что обветрится и погорит ваша морковочка без фольги. Печем 200 градусов, 180. Смотрите, чтобы у вас духовка не горела. Без конвекции. Вот так. 30-40 минут. Хочу еще пару слов сказать по поводу томатного соуса. Это краснодарский соус. Можно использовать кетчуп или просто порезанные помидоры. По желанию, если вы хотите, можно на морковку с луком еще в момент зажарки добавить пару ложек. Так, смотрите, у меня все готовилось в районе 50 минут. О, какой аромат! Очень пахнет, я вам скажу. Очень ароматно. Специи. Все еще зависит от специй. Я покупала специи на рынке. Знаете, такие мешают. Настолько ароматненько у меня сейчас. Ну что, давайте посмотрим, проверим, как что у меня тут приготовилось. Ну, во-первых, вот кабачки. Вот так вот они выглядят. Так, тут что, крылышко. Внутри у меня сок, посмотрите. Бульончик, подливка. Смотрите, какая она аппетитная. Смотрите. На картошечку, на макароны на второй день можно использовать. В общем, такое блюдо, которое универсально. Все, что не доедите сегодня, можно использовать на следующий день к любому гардиру. В общем, ребята, что я вам хочу сказать. Ароматно нереально. Вот такие мягенькие кабачки получаются. Очень мягусенькие прям. Мяско ароматное. Так, смотрите, оно прям отделяется от кости. Прям вот тает во рту. Потому что у меня долго стояло в этот раз 50 минут. Я трошки про него забула. Но под фольгой оно, видите, ничего не подгорает. Все такое сочное, очень круто. Можно не только делать в духовке, можно в мультиварке. Всем приятного аппетита! Обязательно пробуйте, экспериментируйте. Пишите комменты, очень буду ждать. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал. Целую, люблю, убывайте.